приветствую друзья и гости канала всем с добрым утром и сегодня мы с вами начинаем работать поздно аж половина восьмого ну а в общем пока мы начали работать часто попробуем помыть машину поговорим с вами такую тему как разрешение на строительство и про особенно строительство в городе сочи почему именно такая тема будет ответ очень прост потому что многие ко мне обращаются там за деньги или еще за что-нибудь чтобы могли цвать ребят как таковые отдельно к нему там разрешение вам делать не будет есть определенные строители строительные организации которые в свою очередь контактируют очень хорошие с администрации сочи и который выполняет подряд на работы по по строительству таких или домов вот они могут свою очередь помочь вам получить разрешение так просто так никто с этим не заморачивается и на самом деле в сочи самое тяжелое это получить разрешение на строительство почему потому что на фоне того что случае под эгидой частного дома выстраиваются жилые помещения либо вырастают псевдо квартирники и ну тяжело 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 еще раз тяжело если например кто-то из вас хочет сам своими ручками ножками и тому подобное построить что-либо конечно же это ваше право вы можете пробовать это святое дело вперед из песни например вчера я общался с одним из своих подписчиков который мне свою очередь рассказал как он продал участок и на протяжении двух лет там не могли получить разрешение на строительство так и не получили в общем иногда можно купить участок в сочи и при этом вы сможете пользоваться им только как например садом огородом по-другому никак вас не получится тоже нужно смотреть очень много моментов нужно смотреть в том числе и границы участка нужно смотреть особенность участка нужно смотреть что там рядышком есть что там рядышком нет есть такая особенность если ближе к авгазской границе то надо разрешение от пограничников если близко к аэропорту то надо разрешение от аэропорта если близко к железной дороге значит нужно разрешение еще от ржд и тому подобное там подобное если например и просто на сплошную выехал автобус просто и все и вот проехал офигеть просто в лоб и в принципе все есть конечно участки привлекательны по цене но бывает такое что например там проходит высошные провода еще что-нибудь и по большому счету вы там ничего построить себе не сможете опять же есть некоторые земли в обременении по этажности и так далее да как например вот если в районе сириуса до образовательный центр мы возьмем с вами землю то скорее всего вряд ли вы сможете построить выше двух этажей не три этажа а два этажа при том что вы землю возьмете примерно по 10 миллионов рублей за сотку не меньше вот на это тоже нужно рассчитывать ну и конечно же кто те люди которые хотят купить дом в сочи дом в сочи купить а построить эти люди которые экономщики чаще всего которые хотят сэкономить на том чтобы не покупать дом да не берут смотрят видео где дома продаются по 10 миллионов рублей соответственно значит думают что скорее всего такой дом в принципе хорошо сделан не сами вы говорите говорите дом сделан классно да там и заборчик изделения значит по идее я его смогу построить в два раза дешевле на самом деле все эти люди заблуждаются да обычно пробует что-то построить потом они ко мне обращаются только сейчас я вчера опять в инстаграме пестрил у меня там вот приезжаете там дом черешни за 18 миллионов рублей да я открою маленький секрет дом в черешне черновой за 18 миллионов рублей 160 километров он на фиг никому не нужен в черешне за 18 миллионов он даром никому не нужен ну могу поспорить с кем угодно на что угодно вот не нужно вот например если бы был бы домик в коттеджном поселке какого-нибудь там закрытого типа там конечно уже можно было рассматривать но опять же если мы посмотрим с вами целевого покупателя то в основном все старается купить дом пределах там от 5 до 7 миллионов рублей не дороже сегменте 18 миллионов рублей появляется уже хороший разбег по ценообразованию хороший разбег по ценам и уже можно посмотреть много чего интересного есть например раньше дом старались купить те люди у которых не хватает денег на пример на тот же самый квартиру то сейчас почему-то в сочи все стало наоборот к примеру смотрите да вот за 18 миллионов рублей можно купить дом в 160 квадратных метров примеру в районе черешни до чтобы это было чтобы понимали это будет деревне деревне там просто жесть жестокая и к примеру за 18 миллионов рублей хотя еще в черном варианте там будет и за 118 миллионов рублей можно купить квартиру 125 квадратных метров в самом центре сочи гагарина 7 двухуровневую с ремонтом но знаете что любой нормальный человек ну любой нормальный человек предпочит лучше взять и эту квартиру двухуровневую в самом центре сочи где будет нас школа там три штуки на на расстоянии там 100 метров где будет парк ривьеры на расстоянии там 300 метров где будет а самый там центральный рынок рынок на расстоянии там 500 метров где будет морской вокзал на расстоянии 600 метров понимаете такую локацию обычно дома когда покупают когда не хватает денег на квартиру но учитывая что сейчас многие продавцы с ума сходили да как как они сейчас себя видят особенно частные продавцы они покупают да все вкладывают там например там и берут делают там x2 и так далее на самом деле с такой маржой никто них не покупает дебила в сочи как бы становится все меньше 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 и соответственно в один прекрасный момент все равно они прогибают жестко и могут может быть по себестоимости покупает почему и получается вам например построить дом за эти же деньги которые продаются готовы построен дома но ответ тоже очень прост потому что многие которые дома продаются там земля была куплена гораздо раньше и цена была гораздо ниже например если например сейчас взять аналогичный дом например вот например жилой комплекс сочи хиллс да например коттедж поселок сочи хиллс вроде бы кажется но вроде кажется все хорошо будет кажется все классно так далее вот когда я у застройщика спрашивал может ли мне на заказ сделать точно такой же домик где-нибудь могут могу когда мы считали получается на 20 процентов обходилось дороже я спрашиваю почему так могут ну смотри ты сейчас землю почему здесь возьмешь я ну не знаю ты почему брала я это миллона рублей садку брал я по чем возьму могут выди посмотри объявления ну прошелся посадила миллион восемьсот до миллион восемьсот четыре сотки это уже уходит а получается ну почти 8 миллионов просто за одну землю плюс опять же нужно коммуникации тебе нужно будет скорее всего у нас проситься врезаться мы за это возьмем столько-то столько потому что все за свой счет сам дом стоит столько-то, столько-то, и такие работы столько-то, столько-то, и в итоге получается такой же дом мне построить, получается я могу его купить за 12 миллионов рублей, а там получается мне обходится в 16 миллионов рублей. Ну вот как бы так, и по большому счету многие дома в Сочи продаются, на Майке я вам показывал, на Звездной, многие дома продаются по цене участка, дом просто бесплатное приложение к участку, именно такое есть, но, но-но, если вдруг кому-то из вас достался на халяву участок, ну вполне возможно, там вам раздали, как бы участнику там Великой Отечественной войны, там еще что-нибудь, ну по-разному же бывает, да, как бы, и вам участок достался на халяву, если он более-менее ровненький и так далее, то вполне возможно, что можно построить, и это будет выгодно, но когда люди ищут себе участок из расчета, чтобы, например, вот, если ищут себе участок из расчета, чтобы купить и построить, то это не совсем то. Опять же, многие готовы уехать в горы, в такие горы, как там Хлебороб, там еще что-нибудь такое, там Красная воля, там и так далее. Ну, ребят, вы понимаете, что вы там построите дом, когда вы будете продавать, он нафиг никому не нужен, ну реально, вот он нафиг никому не нужен. Ну, сто процентов, вот сколько я не возил людей, вот тот район, который в горах, он даром никому не нужен. Почему? Да потому, что он нафиг никому не нужен, потому что жопа, потому что место дно, понимаете, место днища, и все. А в другом месте вам построить ничего не получится, потому что вы только за землю потратите больше, чем вы рассчитывали на весь дом. Поэтому, когда собираетесь строить, да, вы не фантазируете, там, как иногда, там, мне приезжает фантазер, да, мы сами построим, да, мы то, да, мы все, да, мы это, ну, недавно, за стройчиком он встретился, да, дома построили, и чувствую, что что-то не то в этом доме. Я говорю, ну, рассказывайте. Ну, он мне говорит, блин, понимаешь, вот начали свои бурилить, говорит, шестиметровые, говорит, да, которые две тысячи рублей за, идет за метр. Представляешь, говорит, аргелита нет совсем. Ну, мы думаем, что делать. Ну, мы взяли, короче, и, это, снесли, говорит, землю, кусок, говорит, высотой в четыре метра. В четыре метра все снесли, выровняли, начали опять бурить. Опять, говорит, нету, говорит, на расстоянии, ну, как бы, шесть метров прогурили, опять аргелита нету, говорит. Думаю, что делать? Начали делать опорные стены. Опорные стены решили делать, а там тоже аргелита нету, чтобы у нас дома это не уполз. Потом, все-таки, говорит, подсказали, говорит, приехали, говорит, у нас те, которые могут сваи делать двенадцать метров и так далее, да. Ну, и что, говорит, получилось, говорит, но в итоге, говорит, метр, говорит, просто бурение сваи стоит уже 6 тысяч рублей и на расстоянии 13 метров мы нашли твердый слой аргелит я бы и ну вот получается у нас 0 вышел как вот-вот именно 0 вышел по цене готового дома мы рассчитывали вот на эти вот за эти деньги построить полностью дом а в итоге как немножко ошиблись говорит но не было твердого слоя а по-другому нельзя было а многие там думают что он приедет в сочи сделать ленточный фундамент и так далее во первых у вас домника такой никого в жизни не примут тарас во вторых он у вас упалет со склона куда-нибудь и так далее а если вы думаете что на ровной поверхности вы что-то сможете сделать то вы ошибаетесь ровной поверхности участков априори нет а если и такие участки имеется то они стоят 5-9 миллионов рублей за сотку просто-напросто вы не вытянете при всем желании поэтому как бы так все ребят вам все хорошее настроение приехал сейчас помоет мне автомобильчик и всем добра и пока